здравствует дорогой зритель и наш подписчик ребят привет мы в нижнем новгороде вы просили мы сделали обзор товаров которые стоит купить первому сентября дадим до не стоит для школьников студентов может быть затронем еще не какой-нибудь категорию учащихся но кто у нас школьники студенты дошкольники все других-то вариантов и вот дошкольники вот ну дошкольники стульчик маму дощечка но все равно они требуют часто как бы сейчас нулевка есть рак вас нет или подготовительно это ничего в этом году нет даже малышкина школу твоей дочери была малышка дмитрий юрьевич нас опять на лирику потянуло кстати спасибо всем кто нас поздравил с нашими недавними событиями кто следит за инстаграмом в курсе дадим да вот и скоро у нас будет очень классный влог о поездке ничего не буду больше говорит сейчас димка скажу я дайте если вы любите читать комментарии я немножко где-то там приоткрыл тайну по недавним обзорам все мы в отделе стеллажей а почему возле коллаксов очень многие коллаксы берут под книжки и под учебники да ребят это можно но дим сразу я сейчас про технические характеристики коллакса говорить не буду кому интересно у нас есть обзор на канале забиваю в поиск смотрим иди сюда когда мы используем стеллаж коллакс ну допустим в такой комбинации под книги ребят книги вот здесь тут остается место вечный бардак либо если книги стопка еще более неудобно коллакс классно использовать школьников если вы используете вот такие вещи тогда да вы разложили здесь тетрадочки здесь какую-то канцелярку кстати смотрите дим покажу поближе вот эти вот дорогая серия ручек кожанок очень классно смотрится да то есть коллакса прямо уже такая эстетика появляется если мы просто берем дверку уже сочетаемости нет матовый серый я тоже ручку добавил к этому вот тоже в эту пятачок такой же практически то же самое но бардак только за дверкой поэтому нет там бардак более габаритный чем в выдвижных ящиках это понятно что тут бардак что там бардак только за дверку спрятать разницы нет поэтому если что-то для хранения то сюда просто у нас такой стеллаж у надя висит над письменным столом горизонтально перевернуты потом хлам ведь вот так вот так и у нас это просто без дверок открытая мы недовольны ребенку неудобно и как бы мне даже если там и что-то помочь прибраться не особо удобно поэтому этот момент учитывайте что коллак все-таки глубокий товарищ и тупо только книги это не совсем правильный вариант использования пространства так ну про коллакса я вам все сказала про полки вы знаете выдвижные ящики вставки все это можно посмотреть пойдем дальше следующий бюджетный стеллаж который очень часто берут в школе это фридлер он уже ребят поменьше он уже 30 сантиметров кстати коробка фьюсы которая по уму должна к нему подходить вот иди сюда вот как это выглядит дырка ну то есть она на сантиметр больше чем стеллаж теперь смотрите с касаемо стеллажа фридлер самые дешевые подставки флюз они конечно копеечные очень быстро мнутся и чаще всего даже на год не хватает когда дети эксплуатируют очень быстро мнутся заминаются но они практически полностью занимает ячейку это к тому что у деток сейчас же книжки большие особенно начальной школы и как раз хватает вот этого пространства чтобы туда поставить если вы его просто оставляете но это друзья такой же бардак будет как в коллаксе разница только в том что он меньше и дешевле пойдем дальше в книжные стеллажи ребят мы нашли прям классный угол стенка беста здесь фасады но твикин тканевые под ткань которые а так можно любые взять смотрите какое интересное сочетание то есть классический стол микки мои отношения вы к нему знаете у нас он живет дома что у него очень быстро повреждается поверхность при неаккуратной эксплуатации иметь это ввиду поэтому микки застилать обязательно чтобы он не тупо не издирался сам микки вот этот за 5 799 он вполне адекватен а в плане функциональности кстати вот эта вот ставка сумера здесь его приклеили она вообще она большая но ее расчекрыжили и что-то еще даже лишнее обрезали да получается можете сделать то же самое 400 рублей маленькую вставляете вот сюда в выдвижной ящик теперь у меня это нифига не вставляется в общем имеете ввиду что это вот вставляется таким этим поэтому обрезан тот хвост чтобы вставить иди сюда ну потом мы уберем ну давай покажу чем удобен вот все вот эти детские мелочи дим которые обычно валяются все разложили и все на местах и никаких коробок вот как это выглядит на понятный краешек нужно поаккуратнее отрезать чтобы это было поэстетичнее даже хотя бы вот так например сделать а сюда можно там какие-то кратки сложить то есть это уже функциональность а многие спрашивают можно ли убрать полки ребят полки убрать можно тогда как раз встает системы почему я подвела диму сюда хочу вам показать бесты комбинации для хранения узкая 120 на 20 на 64 то есть здесь два модуля по 60 сантиметров метр двадцать объединенные они как раз под размер книжки то есть если у вас стоит проблема как организовать ребенку не ставить большой стеллаж а что-то небольшое то пожалуйста беста единственное что заглушек у икеи нет если вот эти моменты вас не смущают дырочки то значит будут если смущают топами куда-то в мебельные магазины и ищем чем это закрыть слабого они продаются ну да они продаются на корнях может еще принципе это дверями до закрыть что вообще все закрыто было сюда вы реально сложите очень много книжек ну кроме вот этих вот лошадей огромных которые больше чем формата 4 кстати уже не совсем но для малышей был маленький били поставил это больше всего для школе это для постарше который сам встал сам достал ребят смотрите еще одна серия которую мы можем от души порекомендовать это модуль эти они гораздо помельче визуально чем колокс более тонкая стеночка глубина у них есть фактически двух глубин это 25 и это должен быть еще тридцать пятый где он дим дети ты большие они где колоксы были а вот он и вот если мы лучше эти то в брать чуть я найду подставку типовые они если например нужно организовать что-то куда вот положить допустим 45 держатель где все тетрадки там какая-то мелочушка будет разложено то есть можно обойтись например одним двумя модулями те до залазит посмотрю а вот тену например коробочкой те попробовать да 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 нет и квадратная тактина но увидишь тена уже вылазит желательно ее вот-вот под глубокую ну куда глубокая не смогла вот самую нет нет уже это много места свободного встает прокладывать кругу нет дима то прямоугольная 25 на 35 на 20 это вообще не и не так и не не сюда почему не шуток на смысл ну вот что тебе даст но вдруг проще также сложить ну не знаю если вот допустим с этой точки зрения проще тогда одну ячейку колокса взять и закрыть его дверкой либо до коробку дрена смотрите ребят из уеки то все классная штука такая дим пойдем сюда смотри отдельные шкафчики и можно поставить на ножки то есть это на тот случай когда у вас например у стены где-то остается совсем чуть-чуть ушку место и вы нужно заполнить вот пожалуйста сюда держатели мы сейчас конкретно про школу говорим то есть это удобно чтобы было под руками и не вот по всей квартире а будем как-то разделять для школьников для студентов дима а большая разница между школьником и студентом компьютер тетради книги возрастное ограничение будет но будет ну допустим для маленьких надо уже присматривать более к но которые села же с ножками чтобы он спокойно дима вот смотри давай спону ребенок будет метр двадцать неужели он залезет он ему родить нет но во-первых такую высоту не вешать не родители каждый раз будет выходим вот в этом случае с ячейку можно просто повесить на тот уровень который нужен ребенку то есть здесь уже но опять же да ребенок маленький хорошо ты не будешь весь интерьер комнаты под него делать то есть тут зависимости от потребности большинство акций задач последняя сборка была хэмна с витринной стеллаж хозяйка говорила что ни в коем случае не хочу нежды ничего дырявить ни одну стенку но мы сейчас живет но значит какой-то другой пойдет дальше показывать для них били тогда не эти ты не маленькие коллаксы то есть единичные ячейки уже не подходят то есть это уже не стеновое хранение тоже напольное хранение это уже каких стеллажей кстати сразу не вы не отворачивайся вот эта секция полок лерберг ее часто просят школьникам под книги но ребят фактически она не очень удобная за счет чего во первых ее все-таки желательно крепить к стене когда она не закрепленная она болтается это вот сейчас ответ тебе дим да что вот клиент например сказал я дырявить ничего не хочу чтобы стены все но она сама по себе когда легкий стеллаж он очень легкий когда не не нагружен не нагружена он и вот смотри да ты за счет того что разгон полок идет разный не совсем удобно книги хранить на кто-то берет то есть вот мы как бы его с другой стороны она очень хорошо покрытие книги разные есть глубины и высоты туда допустим небольшие журнальчик ставил где на 10 свалка будет то почему же журналы сами стоять не будут жестко файлы и такая это подкладка под крышки буквально журнальчиком держаться мы сейчас говорим про детских вот продаж и допустим про школьники вот там с 1 по 4 класс там же тетради вспомни как его даже испортился короче кажется у меня не пошли дальше в общем решайте сами подходит вам это или нет я не сильно за меня немножко другое боже мой как бы зрение на хранение школьных предметов у тебя ближе к стене у меня ближе к полу мы дошли пожалуй до самого вот по моему мнению не знаю диме на мне не может отличаться идеального стеллажа обезьяншую с тобой соглашусь недорого за 7500 можно организовать любое хранение даже для двух школьников даже для двух пожалуйста разделили пополам либо разделили детей по полкам старшего младшего все закрыто дверками никто ваш бардак не видит и уместить можно ребят как вам хочется плюс полка регулируется то есть где-то повыше где-то пониже я опять прицепляюсь к этим пресловутым детским начальной школе книгам к огромному которым нужно реально много места это вечно у нас проблема была с наде где их хранить а здесь можно вот допустим поддержать ильтиена он идеально встает на полку здесь стоит фишки понимаете вам не хватает высоты вы на одно деление просто поднимайте полку все но вот за 7 500 это самый бюджетный вариант такого большого стеллажа нам понимаешь это шкафной перспективы я могу сказать при росте ребенка он потом этот шкафчик можно пройти в библиотеку докупив отдельный шкафчик слава богу как бы били он же мне кажется классикой и он всегда продавался и будет просто бешеное количество лета киева продаю поэтому как бы нет опасений то что вы не то сортимент мне кажется но не день со временем можно докупить превратить комнату красивую библиотеку я опять же повторюсь одному собрал библиотеку из били выглядит очень шикарно коричневый стена вот в таком цвете дим поверну камеру в таком да она была в стеклянных полностью дверку и с верхней полочками вот такими вот ну вот примерно вот так да 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 с уголковым темновато конечно ну поняли приблизительно и это была целая стена вот избили конечно я не посмотрю не увидел сколько книг потом на большая библиотека у дома даже радом пустом вред виски чистый селлажа но очень красиво здесь опять зависимости от того для чего не если у меня сохранился в облаке от фотографий я вставлю так будет да чтобы быть туда смотрите били можно скомпоновать как вам удобно здесь кстати кей стал представлять разные варианты поверить пожалуйста сзади тебя били марли дн очень интересно смотрится это отдельные двери а вот так по 1 и двухсторонние с одной стороны черный с другой белой дверцы можно микс такой устраивать очень интересно смотрится да и стеллаж но здесь дорожчина верхним полочкой ну для меня немножко спорно в таком цвете я был беленький или черненький я сам сам функционал я про сам функционал уже опять же вот смотри покажи просто до классический стеллаж били за 2 490 обычный самый наверху за белыми держателями же дополнительная полка укомплектовать один стеллаж для одного ребенка ставьте вешайте дверку все проблема решена дверку можно стеклянный можно как мы сейчас показали миксовую половинка деревяшка половина стекляшка дверей много обзор на канале побили есть еще били помимо больших есть маленькие то есть если вам не надо такого огромного друга но нужно что-то чтобы до организовать хранение чтобы это было компактно вот такой вот кусочек удача даже прям по деньгам сориентирую дверь 1800 стеллаж 2 990 то есть 34 800 4 790 вот вот такая вот ячейка но это в цветных вариантах если мы берем белые то это будет дешевле потому что даже белый большой стеллаж стоит 2000 против 4000 цветных белый чаще всего такой самый популярный и вот кстати иди сюда вот они книжки то есть спокойно пара коробок раз-два здесь какие-то книги то есть можно с организовать все вот это хранение потому что школьники даже и студент это чаще всего вот это вот так поэтому били самый выигрышный вариант и по деньгам и пахнут для дошкольника это конечно очень строго нет для дошкольника это значит если это детская то например какие-то на службу я представляю сюда игрушки куколки машинки сюда все на 5 если дошкольник это же родители убирают дети штурсами раскладывают но но у тебя дошкольник дома живет раскладывает иногда иногда мы дошли до самого наверно больного отдела задумал увидите пример коллаборации коллакса с пикетом да кстати как это вместе сочетается ну здесь цветовую гамму главное подобрать ребят вы в отделе столов и стулья здесь немножечко у сотрудников такая вот перетрубация я бы хотела деваться того края начать будем помнишь ты мне задавал вопрос а как вот разделить да допустим вот дошкольник вот ну меньше он ростом чем оба чем вот ну классический вот меньше он ростом чем ему подходит классический снова ребенок уже допустим шестилетка как наша алена я тебе ответ приготовила спрячь прячется здесь смотрите мы берем обычную столешницу линмон и комплектуем ее растущими ногами то есть вот так эта высота чуть повыше 100 детского столика мамут но уже более удобно почему именно линмон ребят вы не будете контролить детей что они у вас там полепили здесь порисовали то есть это к тому что когда покупается такой основательный стол столешница линмон стоит копейки и можно менять каждый год ну помните это столешница может быть вам расходным материалом если у вас ребенок акте и акте ну как наш алена потому что нас излеплено все тысячу рублей за столешницу но проще чем на три года менять и может даже по цветам но там уже исходя из того что нужно поэтому вот для деток и дошкольников самый оптимальный вообще я честно застал и линмон это оптимально это недорого не надо заморачиваться что там детек где нарисовал и к нему вот либо стеллаж либо тумбочка нет никаких нагромождений потому что если например мы берем ну какой-то из больших столов обзора в принципе по всем к столам у нас на канале есть то есть вы берете какой-то готовый модуль листок вы с ним уже ничего не сможете сделать не убавить не добавить тут он полном я могу привру почему мы это вновь и показали это все вернулся браку она вот так появилась да это кресло которое у нас развалилась очень быстро да кстати вот милерберг даже название такой первый стул который у нас сейчас в офисе самый 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 первый стол он до сих пор еще живой до 2 такой же мы стул покупали в корень и коричневый разный стулья да он же быстрее вот он сейчас у племянника дешевая там да вот тебе новиночка может пошли нет мы с тобой в школе снимаем так значит по столам куда-то громко сегодня очень очень невозможно значит смотрите по столам когда выбираете стол во первых нужно зайти на наш канал вернуться и посмотреть обзор по всем столам тогда у вас уже будет понимание плюсов и минусов если вы вообще не знаете что хотите вы понимаете что у вас очень активный ребенок о чем мы с ним и сказали рассмотрите стол лимон с любой столешницы дима ты можешь повернуться показать что столешница вот у тебя на любой вкус и цвет они начинаются от 1000 рублей тогда вам будет уже не жалко пусть детеныш ухайдакивает ухайдакивает как ему удобно дальше ребят если мы берем в расчет деток шести лет либо начальная школа никаких крутящихся колесик потому что вместо учебы будет вот все что угодно поэтому либо это из кухонных стульев что-то либо пойдем покажу стул очень удобный его фактически икея изначально отнесла кофе сна карл янг всего 2 800 кстати подешевел есть еще в таком как он красноватый дадим цвет какой помнишь красноватый что-то с белым вот это самый оптимальный почему он мягкий вы не будете никаких подушек стелить в отличие например на кухонный стул и и фиксация спины то есть у вас ребенок сядет вот как ему надо полноценно зону а цена 2800 это адекватно цене пожалуй и кружиться не надо плюс поддержки здесь мягко здесь мягко если мы берем кухонный стул ребят то не забывайте что здесь у вас будет жестко спина устает когда вот нет вот этой фиксации ну самый бюджетный стул это адема до них сейчас еще дойдем еще хочу про самый бюджетный стол сказать его очень часто вроде как ребенок там да как раз я говорила 6 6 лет 1 класс ребят смотрите сказать что он неудобные это ничего не сказать во первых он маленький о чем уже говорила что у детей формат а4 сейчас вот он формата 4 то есть у них и тетрадь а4 и книга а4 тут даже уже место не остается этот столик можно брать как времянку девчонки часто берут кто шьет там что-то делает такой вот но за 900 рублей понимаете да какое качество стало а право обзорах мы про него говорили поэтому не стоит рассматривать его как первый стол школьный именно чтобы он удобный был мы помнишь маленький микки брали надев первый класс когда она пошла мы маялись с ним потому что нельзя было ничего никуда положить так теперь вот эти подстилки это вообще маст хэв имейте это в виду они не закажь как дети этом году будут учиться текущей ситуации но мы этой подстилкой спасались всю начальную школу она у ребенка лежала вот так свернутая там в шкафчике в ее классе и когда наступал урок труда лепки или рисования вместо огромной клеенки на стол как расстилали другие надя ложилась за 200 рублей подстилку все испачкалась помыли ей хватило на четыре года да она была уже неопрятная потому что он рисовала ли пиво и так далее но у нас не болела голова что не там какие-то на маленькие дощечки забыл еще какие-то штуки это вот эта штучка очень классная ее можно резать пойдем тумбочки покажем хорошо так на самом деле тут в укеане так много и большой необходимости в них нет но если у вас допустим вам по наследству достался условно маленький стол он у вас уже есть и вам просто некуда там какие-то вещи мелкие сложить можно всегда дорастить эту тумбочкой например к микки а здесь все застопорено и к микки есть отличная тумбочка стоит 4000 4 ящика полноценных выдвижных ящика на формат а4 что понимание было и кейш надо как-то оправдаться что все зафиксировано теперь не открыть вот пожалуйста но по крайней мере есть понимание да сколько ничего можно сюда сложить это алекс алекс это вообще моя самая любимая тумба сюда просто бешеное количество вещей можно уйстить но она большая и занимает немало места у тебя какое-то есть свое мнение по тумбочку я не вижу тумбочки для вообще не любишь не очень я лучше бы купил стол уже ступочка типа как хэмлот и наш любимый брим нас делал вот твой брим на страдания или хотя вот это дима ты не забывай что не у всех есть например место вот расположить столешницу метра двадцать а есть и покороче столешнице ступочка есть и покороче столешнице ступочка нет но эти столы все начинаются больше метра а микки тоже кстати смотри новый стульчик да один из минусов все этом это болезнь всех этих стульев либо берем без подлокотниковый кстати давай уже давно покажем были новинки так прям чешто снять мне кажется как будто материал поплотнее стал продолжать делу где он камеры приобрел мы про чем говорили тут про качество исполнения ткани или а про цену мы в тринадцатом году такое же кресло покупали за 6000 рублей двадцатый год 7 лет цена также 6 просто жутко интересности кто-то уже купил мы были нереально нравится но вот для дома на прям эстетически смотрит сейчас до белая как в эксплуатации наши быстро пришло в них годность быстро даже не трех лет уму конец пришло о нет быстрее тогда была целая партия прям люди сдавали эти кресла но мы не стали заморачивать нам нужно было кресло мы его так и оставили а так они пришли негодность быстро ой давай покажу необычное решение мне кажется она будет многим полезным я даже сама до такого ничего не задумывался письменный стол инга торп который очень часто берут на кухню когда это малогабаритная квартира либо там один-два человека проживает под крылышком ставится тумбочка скажи классно оригинальный даже две можно поставить если есть необходимость ну да кстати будет что-то похожее будет на рабочий стол да то есть здесь уже ящики тут стол вот оно одно из необычных нестандартных решений кстати бамбуковые столы у икея он единственный лилосен вот с такими микро ящичками ребят но это один из самых не ушибаемых материалов клиентка брала сын сын очень активный активно истребляющий мебель на говорит столу четвертый год живой живы оба и детеныш и стол железная металлическая постоль и здесь бамбук это если вот ну опять же маловато мне кажется 102 на школу 9 102 на 50 микки 103 на 50 микки 150 точнее то есть на сантиметр микки пошире минут глубина немножко смущает поставит он учебник и сколько остается свободу пространство для написания что положить там нет вот смотри вот подставка да то есть но в этом случае панель настенная сюда вешается сюда учебник остается поэтому стареешься ему она более выигрышно то что на широкая она 60 она на 10 сантиметров шире с ней проблем вообще никаких кстати кулаберка один из неушибаемых столов но его взять нужно покрывать либо накрывать либо покрывать имейте это в виду пойдем покажем новый письменный стол микки микки все то же самое под беленый дуб ценник такой же как у белого черно-коричневый радость что линейку микки расширяет потому что раньше она была и белая с зеленым и белая с роза больше хочу помнишь на стол белый с розовым детской стаи и еще хочу сразу заодно показать новые стулья эльдер бергет который 2 599 появились еще синие и вон там есть красивый бежевый оттенок дим покажем крем-броле кстати вот этот стул можно зафиксировать и он кататься не будет закрутить я закрутил его то есть нет вот этой возможности крути вверх крути вверх только как вот поставил так и есть еще пойдем не про все рассказала если мы например говорим про что мы говорили в начале стол лимон его же не обязательно ставить все есть на четыре ноги его можно дополнить как двумя тумбочками или соотношение двух ножек а вот они все есть широкая тумба алекс есть узкая выбирайте как удобно я рекомендую все-таки его тумбочку со столицы лимон если вы хотите купили и забыли на двухсторонний скотч подлепить не сильный не то фиксация которая тебе на буфер вот эти по резине потому что лимон вот они штучки да потому что это юзает очень сильно у нас во всем и постоянно мучаемся она впереди не примерно такая же конструкция соединяющие 200 решениц и она все время убегала постоянно не руки и как и дойдут но уголки сделал поэтому рекомендую вам если не хотите в будущем что-то изменять одну полосу двухсторонний скотч пропустите да и будет хорошо еще смотри очень популярная среди школьников вот это вот модуль калак с лимоном столешница ноги и стеллаж но в этом случае не забываем что стеллаж вас не будет полноценно использоваться то есть либо это чаще всего там стена уже обычно дома либо если пространство есть то подлезет а так то это будет глубина из плюсов опять же столешку хайдак или такая конструкция очень пользуется спросом в офисах это да они очень хорошо вышли идут когда две столешницы по разные стороны коллакса у людей пространство индивидуальное при этом они как бы за общем и года клиенты принимают как зонирование небольшое происходит еще смотри давай круши ломать деньг у нас полно меня слышно погоду может в карман положил мы говорили уже с тобой да что детки то нет разного роста не всем удобно подставка догата а вместо нее можно сэкономить и взять табуреточку для ванна за 249 рублей функции тоже только у догата есть наклон то есть если вы хотите все вот вот чтобы вот 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 как надо было давайте я немножко про кулун расскажу давай ножку дегтя я вставлю я изначально раньше думал что это очень полезная штука для ламината для ламината да чтобы спокойно кресло колесики от рабочего кресла не царапали ламинат купил купили полгода использование данного сия продукта и время пришло в комнате полы по-моему да 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 нет просто мы решили поднять покрытие а там она мы увидели что убитый ламинат убитый очень много царапин убитый дима в полоску весь был драный хотя бы я не знаю как это вообще получилось этого мистика какая-то перед тем как стиличку мы почистили пол чтобы он чистый был чтобы не было абразива между полом и защиты покрытия здесь чем дело кулон со временем загибается он плотно намертво не лежит и под него тупо попадают милю сам по себе поэтому ламинат у ездит если его только-только надо будет зажимать ножками столешнице а мы куда свою делу выкинули это же я не понимаю мне кажется мы на него разозлить что с испорченых пол да он пожил тел как-то унисти этих красивых но мы недавно же ламинат черно-коричневый венге и он очень смотрит не шоколадный дима можно я твой любимый стол покажу только в новом цвете хотел это все оставить ну потом новинки немного ну давай сразу это расскажем два раза уговорил он сиди кто-то это окей так громко все настроил в общем стол фреда у зимы такой черный ребят это кайф за ним работать одно удовольствие а у нас только полка вот это поднята да нет у нас полки нет у меня все у меня два монитора актеров такая полка а у нас две полки 1 верху я сделал одну суда и чуть пониже а малышей баба малыши у меня снаружи их можно ставить снаружи в общем для работы для монтажа места дофига стол не ушибаемый у нас черный год наверное уже даже больше но и действие вот почему-то удастся брак или что вот это металлическая часть постоянно вылетает вот мы сняли вот так вообще классно то что на стол стоит спальне дальше стоит кровать и когда работаешь то есть не видно за блюдо сверху прикрывать сейчас у нас это открытый в итоге она ну значит придумать просто никак руки-ноги не найдут как обычно руки-ноги ребята рекомендую кто связан с работой за компьютер обязательно маркус и этот стол вообще кайф это марседес и всего быта правда сколько я столов перепробовал и лимона покупал и угловой лимон у меня был который вот смотри 100 черный коричневый она в офисе живет дача ими ничего подобного и нет сравнили самый идеальный комплект для монтажа в той ситуации доложишь и подсистемник отдельно мы снизу стоит и два больших монитора 40 24 дюймов в общем стал рекомендуем от души по поводу стульев все-таки я больше склоняюсь к тому который я вам показала если вы хотите стул на колесиках ну сейчас пересказывать все стулья логичнее посмотреть обзор по стульям потому что все плюсы и минусы мы про них рассказали о том сейчас затянем и вы уже устанет и для школьников что тоже подойдет если не использовать вот эту полку если это полку поднять наверх то будет вполне удобно полноценный стол да потому что тут небольшое углубление живут так начать школьные мебели уходим подстаканчики фигня из мебели уходим или еще какие-то моменты по креслам пробежимся какие более-менее которые берут ребятишкам я уже показала серы юлис хорошо глубина идет по сиденью ребенку ну до 70 килограмм вот эти новенькие неплохо себя показали но только не малышарик малышарик прям совсем мелкий сразу чувствую будет комментарии нужны ли будет дополнительные мягкие подушечки кругленькие есть что подобное от лохматинки это вот это вообще не до стул у него нет никакой поддержки то есть он прям вот прогибается а так как все-таки ценник вам полторы тысячи проще стульчик а д за 750 рублей купите подушку а если ребенок у вас требует что мне кресло да как у старшего ребенка ну тогда вот такой у него регулировка крутящийся сам детеныш не сможет вам это сделать то есть вы ему накрутили как надо он сел а из кожаных кресел вы знаете мы фанаты маркуса ну и плюс тоже по удобности будет новый я никак всех не запомнили или как-то как назвать словно название вот это ну короче который новый до который новый вот этот тоже большое количество регулировок у этого стула можно как с подлокотниками так без подлокотника приобретать использовать как удобно и ну прочитать rp лет на филе и берут еще теперь и вот этот htfl беру без подлокотников что можно было доезжать как удобно ну то есть от минимума к максимуму но мы не рассказали ничего по головы в комнате не так много мест наоборот когда много вместо угловой стол нет ну смотри он будет баллы давайте пойдемте расскажем про угловые столы два года назад у нас очень пользоваться популярностью данная комбинация стала сейчас там по заказам как почти нету очень-очень редко она и по сборкам постоянно у меня было ну как не помните он ребят по чесноку не особо удобно его берут с расчета что здесь мы поставили ком здесь ребенок будет заниматься дети воском здесь магнитная доска у них кстати в виду даст двух сторон все что повесить здесь вас закрыт компьютером и фактически место для учебы остается немного поэтому такой большой но ну все равно она угловой стол чем хорошо ты не психологически ты закрыт как закрыт и ты концентрируешься на на определенных действиях действий кстати у кого микки у главы и как вам потому что мне даже кстати ты сейчас не сказал про статистику продаж а это самом деле сейчас практически перестали покупать сейчас берут обычные прямые микки которые по 5800 с чем это связано либо же трудом оценник дал подешевле люди ищут либо все-таки неудобства потому что по размеру он вот но 100 на 142 ну смотри он может дешевле включается угловой стол лимон до секцию сюда так с пятью ножками до дешевле чем вот это но лимон угловая очень большущая столешка но на полтора на полтора удачу но тут тоже не особо одессе что 2 на 40 на 140 100 на 142 разница все-таки есть так пойдем дальше сюда лампы здесь покажем ли в отделе свет то и сразу покажем чтобы давай самая популярная лампа торцал юрия рекомендуем но большое жирное но 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 если у вас стол микки либо любой другой стол не икея у которого нет выступа под фиксацию то данная лампа вам не подойдет вам нужно либо куда-то ее сверху фиксировать можно зафиксирование нет саморезом если но это будет порчим уж конечно больше портить то что или единственный момент икея подразумевает дим вот пойдем вот сюда что у вас есть свободный край вы неудобно по креплению посмотрите 4 дырочки этого стеновое крепление возможность на стену ее прикрепить а вот она будет не могу неудобно одному вот сюда вот и вот получается она будет от стену зафиксировать нет она не фиксирует она будет вот так валяться дано не на может уберем я просто суммею дырочка почему же эти дырочки соответственно настольные не она просто вываливается ты же делал она не будет нормально а фиксировал у нас в деревню все хорошо зафиксировано фиксировано все хорошо и удобно так держатели в разделе держатели покажем еще кстати хорошая штука очень у нас ее любят программисты самоделкины прятать удлинители провода людям не прям часто стали заказывать но в брим носи есть по моему полочка под провода у микки изменяет память тоже есть полочка под не все не все подниму да да тогда лимон золотой становится лимон выходит как приличный стол уже вот стоим и спорим дима говорит ребят что это бесполезный стол а я говорю что детям это удобно когда столешница с наклоном очень многие дим клиенты ищут парту то есть чтобы вот наклон был чтобы ребенку было удобнее писать изначально а этот стол удовлетворяет этим требуем когда тебе не нужен наклон ты просто нормально ставишь у тебя прямой стол при таком наклоне ваш ребенок будет постоянно бегать на пол под столом собирать ручки и карандаш и потому что я буду скатывать а еще да нет заток стратку положить сюда ничего не поставить допустим стаканчик он не знаю будем будет съезжать нет ничего не съезжайте это площадь большая по стаканчиками виду я стаканчик найду и опять же повторимся по по прошлому обзору сходится тоже обязательное применение для школьников обзор на канале есть мы не будем сейчас вам повторять его иначе вы точно будет с попкорным нас смотреть входит мы рекомендуем вот от души куда угодно и только ограничит вас фантазии как это все моя стаканчик нашла можно покажу на стаканчику стоит еще карандашки найди пожалуйста не едет стаканчики пока не 5 ладно пошли не переспользовать мордину прямо карл янгер красно-белый такой он прям активный тоже 2 800 еще очень прям от души хочу порекомендовать теодорос у это адурас еще новость меня сейчас дима выгонит и не даст мне ничего показывать никогда смотри какой светлый бирюзовый почему я люблю теодорос вот этот пакат у которого обычно нету кухонных стульев он помогает тому что у вас нет являются так и есть не врезаю не врезается не впиявливается не врезается в ноги а здесь прям комфортно дети ходят заниматься у нас в определенной школы и к 007 саранске и там у них все укомплектован этими стульчиками очень много а это это не реклама этого от души значит бирюза белый и зеленый прям такой активно зеленый еще из кухонной линейки стульев а д про который я мне кажется уже прожужжала уши всем то что это действительно нормально адекватный стул когда ну блин ну не у всех есть возможность собрать ребенка к школе там стол за десятку и стул за столько же вариантов учебники разорвешься а только на учебнике разорвешься да поэтому варианты всякие есть и вот а д у нас просто старшая дочь на одессе долго 4 года я подушку точно эти память какие-то а вот кидаем подушечку малины тут она уже расплющенные ребят попами на самом деле она как раз по размеру попышнее попышнее да и как раз полноценка здесь она неплохая поддержка но главная подушку без подушки дитя сидеть не сможет неудобно ну наверное вот так из кухонных больше прикрым дают ты не сможешь остальные они уже полноценка кухонная все таки погоди побольше нет мы видео снимаем ребят продолжаем дальше тему детской мебели к то что нужно к первому сентября и в принципе вообще в обиходе да когда облагоустраиваем детскую комнату вот здесь стула и микки сочетаются принципе неплохо еще дополнительно панели сходят вот прям вот все что надо и порисовать и подписать и повесить и расставить стула 27000 вот этот модуль а полка лак 799 полка мы забыли про полки лак что они тоже могут а вот сейчас на примере вот тут полки пас и покажем вот уголки про которые которые я чертю да 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 сейчас я даже покажу подыгрыш они не выйдешь очень хорошо держит а так не держится держится в общем ребят полки лак предназначены все-таки для книг для каких-то подделок но не для тяжести иметь это ввиду тут сотовая бумага они не шибко рассчитаны на нагрузку а в качестве вот таких книжных полок вполне но опять же без перегрузки опять же мы напомним про рум-тур у альбины она говорила что длинный лак он двухметровый 2 метра с нами будет двухметровый она и очень сильно и он нагружала она там и конструкторы все мелкие и она говорит что нормально живет поэтому тут как а как у вас ребят может мы заблуждаемся глубоко много лет что лак в принципе можно и танк на него поставить улитон к новым килограмм двадцать наверно нет он точно да не это да я два он до 30 типов нагрузку удерживает но это нормально между очень тяжелая глобально что-то нежелательно так здесь стол микки про него мы говорили вам самом начале кстати очень часто задают вопрос микки можно переставлять то есть не обязательно собирать только на левую сторону как представлен производить все столы как и бремнус так и микки они все имеют зеркалит зеркалит тумбочку как справа так с левой стороны мне вот здесь скользит с ним нравится как то здесь все вокруг и получается все барахло которое на столе можно расставить дорогое удовольствие до до того чтобы скользить прямо по такому объему но классно как вариант это вам друзья моя идея не поспоришь чтобы я на первоклассника тяну перерост в общем ребят детский письменный стол слесат он растет а мы про поле не сказали поле не было к сожалению поле имейте ввиду поле классный стол растет вместе с ребенком на леджи от ясли и дуни растет обзор на стол и посмотрите там про него рассказывали есть еще один растущий детский стол флисат стоит 7000 блин тимби за эти деньги можно купить растет 53 62 72 сантиметра то есть 72 сантиметра тоже полноценный письменный стол детский по высоте из минусов то есть это не большая поверхность у флисата а из плюсов это все вот эти вода канал я говорил вот я обойду это раз небольшое углубление для карандаша и ручек чтобы они не падали дампу очень хорошее решение это правильное решение потому ты просто показывал под углом это неправильно я пытаюсь его раскрутить но по ходу его надо разбирать чтобы переставлять а иди сюда давай покажем собрать страны сошли москва я чувствую идем в общем чтобы сделать регулировку по высоте да нарастить увеличить ножку либо уменьшить мы используем вот такой дополнительный панель закручу да 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 закручивать вижу вижу потому что здесь же он часто минимальной высоте ну да и барашечка потом да нет и немножко неправильно объяснила есть в этой досечке система шиппаз она вставляется в нужную вам высоту и фиксируется барашком барашек соответственно когда нужно увеличить высоту просто поднимается ну тогда уже не эстетично ножка вот такую превращается у меня двух ногах будет стоять а на поле поэтому честно лучше поль стоит 3 300 сейчас вот такого же размера на 98 сантиметров железные подстолье полноценным поэтому не знаю я как-то к флисату так прохладненько флисат это все-таки стол для творчества уроки учить началось лучше не сделать ради контента без пальцев останется мы в отделе хранения и продолжаем вас радовать или печалить не знаем то что можно в школе подобрать ребят ну здесь на самом деле можно взять все что угодно либо не брать вообще все эти коробочки держатели бумажечки красивые баночки на самом деле вот функционал всех одинаковый вы просто коробку выбираете исходя из того что вам нужно красиво когда дим тубе любишь говорить вы кому кулым или красивым здесь либо вы под цвет подбираете либо просто берете функциональностью если функциональность то здесь уже к цвету не привязывайтесь ну вот по плотности конечно самый классный держатель это кудис мы их снимали в когда про скоби про панельку рассказывали железные я просто представляюсь вот как наш младший ребенок носится она сваливает себе на ногу вот это то это без ног поэтому все-таки бумажные предпочтительные держателя линейка тьена наверное самая популярная появились сейчас кстати новые цвета очень красивые яркие и ценник чуть повыше чем допустим у белых у нас вот такие держатели для бумаг тьена ну много лет в офисе сколько не помнишь но что он будет что это не стоит ну да в отличие от дешевых эти все-таки не так гнется они поплотнее поплотнее коробки тьена мы тоже применяем дом очень нравится известно если например брать вот ну как органайзер на стол я не за карандаши все это пачкается ручка будет неопрятный довольно-таки есть аналоги подешевле да то что блин в канцелярке ручку 3070 рублей за что-то как-то еще сделали где вообще апофеоз набор из 7 коробок за 600 рублей при этом наверное вот так имелось ввиду 2 3 4 5 6 красить у меня вопрос кто тащить им пользуется под что если пользуется то куда будет подголочевка 600 рублей набор самый наверное популярный вот эти маленькие по 169 ничего только не складывать если вы очень хотите бумажный органайзер на стол либо это фьела но не забываем что это тоже все-таки картон и он имеет свойство картон залавался и прочее вообще лучше рискну но рискну со временем иметь свойство отлупаться это больше проявляется у нас проявилась по крайней мере вот у этого предмета вот на этих коробках хотя коробки просто ребят зачетный документы да то есть очень удобно все у вас так как надо и проявилась на подкладке подкладка вообще вся облезла как не нам и шаг бы аккуратно не пользуюсь но она обросла царапками и облезла местами поэтому вот эти минусы у картонок да они есть даже вот вроде как а там плотный кожзам но тем не менее ребят пойдем к металлическим подойдем еще это что-то совсем новый так новинки не показывает да я живой там чупсом почему ты потом рассказывает тогда а так держатель бумаг сказали градация разная если вы знаете что вас бить о как бы не шибко аккуратно и берите дешевые которые за 99 рублей набор пойдем к ним да пойдемте вот еще туда сходим где кстати альтернатива совсем про них забыла до 600 рублей дремясь можно целый набор собрать это и металл вы его не поломаете но хотя пойдем секретик открою гнется это металлическое и нет слегка вот поэтому все вот эти моменты просто примеряйте на себя да как вы это будете использовать дома размер держатели для бумаг у всех одинаково отличается только шириной глубина высота одинаково кстати вот такой вот органайзер ланг мой могу порекомендовать за 250 рублей очень красиво смотрится на столе и дети обычно раскрашивают по крайней мере не так жалко как например тьену белую если из рисуют мы пользуемся мы довольны у надюшки вот такая штучка и очень нравится сюда все вот такие какие-то бумажки напоминалки а сюда 10 карандаш из ручками лежат кучей это уже для постарше хотя кто-то например и мелким берет ну как отнести канцелярки можно так да ищите кастова и киевом не поможет это дорого рвется татьяна полна рвучий у нас 50 на 50 по доставке привезем его целом или складываешь специальный ящик укладываешь как надо привозишь он треснул и по краям засоливаю не брать ребят вот это антитовар от слова совсем вот они сквалеры большая сквальера маленькая и есть еще скрут черная у меня блин к и получше дольше каталоге у него можно дух снова да да тут он тоже из-за достово наглоткой да вот это лучше эксплуатируется сейчас мы еще сходим в отдел свет покажем пару настольных ламп дим аккуратно девушки которыми мы пользуемся ночью который мы считаем удобный и наверное все по школе тогда стал и сказали стулья сказали по полкам есть обзор по полкам мы в отделе свет это наверное финал очка по школьной программе да про троциал мы вам сказали ассортимент цветовой сейчас три белая темно-синяя и антрацит такую нежную мяту вывели хотя знаешь тадора стулья березу ввели стулья лампу вывели была бы пара дальше что берут часто и прям вот от души можем порекомендовать форсом но честное скажу что-то кроме торциала и кто-то ярко не светит в остальных пучок света более узкий но форс берут часто но форс дороже 1300 а зачем переплачивать если света но можно заболеть торциал нужно крепить а форса не надо и все хотят кто-то хочет переносную лампу вот игру к чему статистика продаж наших показал так что форс и торциал две популярных лампы которые берут школьников форса есть белая сталь новый цвет темно-красный новый цвет темно-синий но и все их теперь четыре цвета черных подводя итоги если кому-то нужен функционал берем торциал да а к тому кому нужен эстетику на стол добавить нотку а кто не хочет ни то ни другое заходит на канал вбивает обзор рабочие лампы смотрит и выбирает это у нас торциал мы довольны даже менять иначе другой но оставил ребят уже дороже и это не для школе ну да это же эстетика и так далее не как камни начнут для школьника мажора опять тебя тапки прилетят так ну что у нас все наверное пошло поводу светодиодов некоторые говорят вот нам подойдет под по заказу заказчики спорта подойдет ли нам вот такие вот для учебы у нас надя занималась под такой лампой темновато все равно отвечаем ребят свет слабенький все светодиодные лампочки похожего типа с не рассматривайте для учебы ее можно только для какой-то мелкой вот она идеально подойдет если у вас на рабочем столе ноутбук компьютер чтобы дать рассеянный свет небольшой для работы выключить выключить свет в комнате и работать вот такие чтобы никому не мешать за да потому что на те тоже неудобно развиваться на экраны вот включая не шибко до чтобы давал световой фон дополнительно клавиатуру подсветить как или листочек но когда в темноте ты сидишь смотришь пялись и монитор это не очень хорошо влияет на на глазки поэтому поэтому надо добавлять небольшой второй источник света илья старый так что скоро димка будет один обзор снимать без меня ну что у нас наверное все да пошло давай еще покажем вот это вот это не брать не рассматриваем пробежимся давай не рекомендую вот этот свет он более точечный идет уроки учить будет тяжеловато вам маленький пучок света очень концентрированный не рассеянный как у торца ну давайте к примеру вот сейчас я вот выключу один оставлю включен ну давай вот этот уберем ну просто лампочка ни о чем слабенькая а так сюда лампочка она еще ярко задает и вот смотрите у нее площадь освещения практически будет на весь стол и соответственно плюс регулировка хотите более концентрированный свет пониже хотите более рассеянный повыше ну лампочка помощь слабенькая лампочка ну и пойдем дальше покажу пойдем побыстрее ну пойдем вот это вот ниже братья братья вот эти светодиоды а кстати светодиоды же не поменяешь потом нет он красивый сады какие цвета нежные прям вот интерьер на куда-нибудь там на тумбочку за кровати да это идет доп лампа доп лампа не рабочий свет не основная дополнительную интерьер ну она красивая есть еще вот это товарища ну вообще я наверное возьму очень прикольненький и кстати он к столу моему черным подходит да как раз тебе для этих целей и выглядит как этот лэд ламп с которым компьютер поселение чтобы он питался компьютер вот что интересно и необычный лампочка он такой инопланетянин какой-то кто после наших обзоров с новинками купил себе такие лампы я знаю что много очень ребят писали в инстаграм писали в директ писали под постами в вк писали что накупили дим по твои рекомендации головы зарядные ну я плохого не посоветую вот так работает рекомендация только тебе за это никто не заплатил ну причем это я вообще это я немного денег не надо я не жалко от наших обзоров батарейки дух да кстати две батарейки уже мы посадили полностью пока снимали еще раз покажем даже упаковочек прикольно кстати вот ее можно посылкой отправить да без проблем упаковать она промоется прикольно но мы сейчас ее и заберем друзья рассказывайте как ваша подготовка к школе на что вообще рассчитываете мы пока честно не знаем нам педагог сказала наши классные что может быть детки и не будут учиться будет дистанционка поэтому у нас ни коня не воза не рыба не мясо мы еще пока не готовили мы будем собираться по факту по факту будем собираться честно малышкины школы сказали точно вряд ли будет ну вообще вот нас пока такие новости рассказывайте какие новости о вас ваших регионах ваших странах как вообще все это дело обстоит насколько вы готовы что языке и купили деткам к школе или вообще допустим даже не рассматривать икеи нашли более интересные аналоги пишите все в комментариях мы безумно рады общаться с вами отвечает в основном дмитрий юрьевич так что таня это он ну и опять же мы можем проконсультировать вас если вы не получили ту информацию которую мы показали сейчас да мы можем вам небольшую комбинацию построить только накрытие комментарии правильно чтобы вы поняли потому что некоторые а пацаны туристов листов а какой вам стол акцион ценовая категория цвет туда-сюда вы начинаешь того переписку моего более конкретно дает вы можем порекомендовать отвечу сразу я на более конкретные комментарии быстрее отвечаю чем на мутные потому что вот и приходится залазить на сайт вспоминать что-то смотреть хотя все это в голове просто ребят когда хотите конкретный ответ получите задавайте ну ты в голове но надо еще еще на сайт убедить на выручу изменилась она менялась ты по ценам больше всего знаешь более . пациентам а я визуально по предметам а по ценам я по цифру для слова слабо у каждой своя сильная страна мы вас безумно любим я думаю что это лето было для вас классным хотя она еще и не закончилась может нас еще 8 порадовать все мы побежали дальше у нас скоро будет блок блок не успели закончить летний отпуск мы про начали обзора про это сказать то что разговоришь а это было в кровать подъемным механизмом нет мы говорили про это ладно давай уже балконе